В Сочи торжественно открыли стадион 53-й школы. В 2015-м он был полностью затоплен и фактически уничтожен наводнением. Упорядочить архивы, внести поправки в карты и зарегистрировать права. Владельцам наделов в садовых товариществах необходимо привести в соответствие старые документы. Лучший подарок – это здоровье. Около 300 сочинских ветеранов в преддверии Дня Победы отправились на лечение в местные здравницы. В Сочи проходит финал всероссийских соревнований хоккеистов «Золотая шайба». Сейчас за медаль бьются самые юные участники турнира. Колоссальные средства и грандиозные задачи. Реализацию национальных проектов сегодня обсудили на совещании, которое провел губернатор края Вениамин Кондратьев. В формате круглых столов и без галстука встретились заместители губернатора, главы районов, руководители краевых министерств и департаментов. Исполнение всех 12-11 проектов от демографии до экологии прописано в стратегии развития края до 2030 года. Чтобы выполнить все задачи, которые прописаны в майском указе президента страны, необходимы новые управленческие решения, считает Вениамин Кондратьев. Кроме того, важно действовать в одной большой команде. Чтобы реализовать национальные проекты в Краснодарском крае, в свою очередь разработали 42 региональных. Согласно им, на Кубани к 2024 году необходимо обновить материальную базу 70% школ в сельской местности и малых городах. Среди приоритетных задач также увеличение объема экспорта продукции АПК до почти 4 миллиардов долларов. Символично, что краевое совещание состоялось сразу после трехдневного форума «Национальные проекты. Этап реализация», которое прошло накануне в Подмосковье. Основное пленарное совещание прошло под руководством Дмитрия Медведева. По мнению главы правительства, кабинет министров и губернаторы должны поддерживать постоянный и беспрерывный контакт, чтобы достичь поставленных целей. Форум как раз был организован для оказания помощи регионам в решении наиболее острых вопросов, которые могут возникать на этапах реализации национальных проектов. В селе Кабардинка отремонтировали Дом культуры, а в Славянске-на-Кубани открыли спортивно-игровую площадку. Муниципалитеты отчитались об исполненных поручениях губернатора, которые глава региона дал в ходе личных приемов граждан. В июле прошлого года к Вениамину Кондратьеву обратилась жительница Геленджика Галина Камзюк. Она рассказала, что неподалеку от города, в селе Кабардинка, требуется закончить капитальный ремонт местного Дома культуры. До этого там уже реконструировали зрительный зал, но состояние коридоров и кабинетов оставляло желать лучшего. Коллективы творческие на достойном, достаточно хорошем уровне там воспитываются, поднимаются. Ну вот есть такая проблема, знаете, зал там хорошо, заходишь в АИ как бы не очень. Мы хотели попросить вас помочь вот с этим вот делом. Я надеюсь, вас здесь максимально не то, что понимаю, я сам сельский житель. И реально помню свое детство, свою юность, по крайней мере, даже когда учился в университете, что клуб, он был центром, когда мы собирались, не было телефонов, не было чего-то, но была программа в клубе, были вечерние мероприятия. И сегодня эти мероприятия должны быть. Поэтому я здесь максимально поддерживаю вас. Клуб должен быть таким, куда хотелось бы все время приходить. И это моя принципиальная позиция, что клубы должны быть. И должны быть комфортными, а должны быть уютными, удобными, должны быть современными. Потому что, понятно, молодежь современная, я в частности о ней сейчас больше говорю, они должны приходить в клуб и ощущать, что они находятся сегодня в современных условиях. По поручению губернатора, ремонтные работы в ДК начались уже через месяц. На реконструкцию из местного и краевого бюджетов было выделено около 4 миллионов рублей. В здании заменили пол, старые двери и окна. На первом этаже открыли кабинет для занятия вокалом. Место нашлось и для костюмерной. Появилась большая костюмерная. У нас было пустое помещение под крышей в виде кладовки. И теперь у нас там большая костюмерная, где все наши костюмы, реквизит, в полном порядке, отопление. Мы очень рады, потому что у нас чисто, красиво и аккуратно. А в Славинске-на-Кубани на территории 16-й школы возвели многофункциональную спортивно-игровую площадку. До этого играть в футбол или волейбол детям приходилось на пустыре. Игровую зону возвели по государственной программе Краснодарского края развития физической культуры и спорта. Всего за последние три года в крае открылось 43 подобные площадки. Планируется создание еще десяти, чтобы молодежь могла заниматься спортом в комфортных условиях. На трассе Джубга-Соч ввели реверсивное движение. Причина – второй этап реконструкции моста через реку Хаджипсе. Действовать оно будет с 8 апреля по 31 мая. На участке будет организовано светофорное регулирование и нанесена временная разметка. Федеральная дорожная служба просит водителей с пониманием отнестись к ситуации и планировать свои поездки с учетом реверса. В Сочи торжественно открыли стадион 53-й школы. В 2015-м он был полностью затоплен и фактически уничтожен наводнением. Благодаря средствам из краевого бюджета спортплощадка была восстановлена. На ее открытие побывала и наша съемочная группа. Ярко-зеленое поле блестит на солнце. На спортплощадке снова много детей. Так же, как до наводнения в 2015-м. Тогда поток воды фактически уничтожил покрытие стадиона 53-й школы в Адлере. Обновленную площадку открыли в торжественной обстановке. Восстановить ее удалось благодаря средствам краевого бюджета. Из казны региона на ремонт поля выделили 4,5 миллиона рублей. Мы работаем над исполнением нацпроекта долголетия. И естественно, что самая главная составляющая всех нацпроектов – это как раз и есть спорт, который может увеличить и качество жизни. Поэтому мы, конечно, очень рады каждому событию. И мы очень рады, когда появляются все новые, новые спортивные объекты. После ремонта 2,5 тысячи детей теперь снова могут заниматься спортом на стадионе – гандболом, легкой атлетикой и футболом. В 53-й школе развитию физкультуры уделяют особое внимание. Ученики Адлерской школы – победители краевых и всероссийских турниров. На поле выходят спортсмены. На груди каждого с десяток медалей. 70% из этих ребят занимаются в секциях, не покидая школьных стен. Мы безумно счастливы. Этот стадион, на мой взгляд, стал еще лучше, чем был. Поэтому слова благодарности не только от администрации школы, педагогов, но и от всего социума, чайсовхоза. Мы счастливы и благодарны. Техническое состояние спортобъектов – один из важнейших для города вопросов, отмечают в мэрии. Из казны города на ремонт и благоустройство площадок для физической активности каждый год выделяют значительные суммы. Город уделяет огромное внимание спортивным объектам. В этом году из муниципального бюджета нам выделили деньги на благоустройство трех стадионов, деньги в размере 14 миллионов на три стадиона и на ремонт 13 спортивных площадок – 16 миллионов. Всего же в Сочи в учреждениях образования пять стадионов, 76 спортплощадок и 93 спортзала. Благодаря такой материальной технической базе в Сочи спортом занимаются более 36 тысяч детей. Спасатели помогли спуститься со склона хребта Психака туристу из Екатеринбурга. 35-летний мужчина отправился в горы, чтобы снять красивые виды с помощью квадрокоптера. В определенный момент связь с беспилотником пропала. Турист решил сойти с тропы и подняться вверх по склону к месту, где предположительно находилось устройство, но спуститься оттуда уже не смог. Позвонил в МЧС. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустили мужчину с опасного участка к пешеходной тропе. Медицинская помощь ему не потребовалась. Упорядочить документы, внести поправки в градостроительные карты и в итоге зарегистрировать права на свои участки. Владельцам наделов в садовых товариществах необходимо привести в соответствие старые документы, а значит получить возможность в дальнейшем распоряжаться своим участком, присвоить адрес и ввести разрешенный вид строительства. Как это сделать, куда обратиться и кого ждать в гости, если затянуть с посещением администрации, расскажем далее. В Сочи работа по инвентаризации земель под садоводство ведется уже больше года. Однако теми темпами, с которыми сегодня председатели СНТ спешат привести в соответствие документы, инвентаризация может затянуться еще на долгие годы. Самый быстрый способ сотрудникам администрации самим выезжать и обследовать садоводство. Распоряжение главы Сочи в каждом районе создать комиссии, в составе которых представители земельного комитета, управления архитектурой и благоустройства, а также земельно-имущественных отношений. О том, что такое инвентаризация и зачем она нужна, в садоводческом товариществе «Медик», что на Мацесте похоже, и не знали. Жизнь здесь течет своим чередом. Неспешно и тихо. Земельных наделов немного. Есть участки, хозяева которых давно не объявлялись. Что с ними делать, председатель СНТ понятия не имел. До сегодняшнего дня. У нас вообще 35 участков. Мы сейчас сделали новый этот самореестр. У нас получилось 20 чем. Вот когда мы сделаем границы, пройдется инвентаризация, этот участок будет находиться в составе общества. Да ради бога, слава богу. Вторая проблема – новые наделы. На кадастровых картах они не значатся. А в действительности шесть соток кем-то освоены. Еще хуже для собственника, если участок он приобрел якобы в СНТ, а по карте этот кусок земли находится на территории нацпарка. Тогда, чтобы включить участок в границы садового товарищества, приходится обращаться в суд. В остальном же получить новые документы и привезти все карты в соответствие, большого труда не составляет. Мы своей инвентаризацией наносим границы СНТ, чтобы в дальнейшем не появлялись у нас участки за границами. Ну и с принятием федерального закона 217-го, все садоводческие товарищества должны находиться в границах. Закон вступил в силу в 2017 году. Чтобы ему следовать, каждый СНТ должен привести в порядок документы срок до 2020 года. После доказать законность владения землей можно будет только через суд. Кроме того, как только все границы и на дело учтены, утверждены, а изменения внесены в кадастровую карту, в садовом товариществе можно делать проект межевания, определять земли общего пользования, прокладывать дороги и облагораживать территорию. Здесь будет у нас детская площадка. Здесь это на месте свалки, поясняет председатель СНТ. Комиссия не только вносит пометки на карту, но и проверяет санитарное состояние садоводчества и осматривает территорию, не выросла ли, где высотка вместо грядок. В городе зарегистрировано более 800 садовых товариществ. Почти половина расположена в границах Осинского района. Здесь работа выполнена на треть. Из тех обществ, которые уже проинвентаризированы, нами подготовлены памятки для таких обществ. Какие документы необходимо подавать в МФЦ, чтобы получить качественную услугу, чтобы не получать отказы, заново не собирать несколько раз, чтобы это было достаточно быстро и комфортно. Такие памятки нами раздаются всем председателям проинвентаризированных обществ. Также такие памятки находятся в администрациях, вывешенных сельских округов. Кстати, комиссию ждать в гости не нужно. Председателям садовых товариществ нужно самим проявить инициативу. Взять государственные акты на садоводство, проект застройки и прийти в районную администрацию. Там помогут быстро и без ошибок оформить документы. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 9 апреля в Сочи малооблачно. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем 17-19 градусов выше нуля. Сочи стал лидером снижения цен на гостиничные номера по стране этой весной. Эксперты сервиса Mamonde.ru сравнили цены на гостиницы категории 3-4 звезды в самых популярных у туристов в городах России и Европы. Сильнее всего подешевело размещение в отелях Сочи. Цены упали на 17%. С 4700 рублей до 4000 рублей за ночь. В числе лидеров роста цен оказалась Казань. Там стоимость увеличилась в среднем с 3 до 5 тысяч за ночь. За границей существенно подорожали номера в отелях Стамбула, Аланье и Праге. 7 апреля в Сочи отметили Всемирный день здоровья. Жители и гости курорта отметили это событие акции «10 тысяч шагов к жизни». Праздничные колонны прошлись по главным улицам города и бесплатно обследовались у медицинских специалистов. С подробностями наш корреспондент. Такое начало дня здоровья воскресным утром. Идею ходьбы год назад предложил знаменитый российский кардиохирург, академик Лео Бакерия. Именно эта инициатива и легла в основу проекта «10 тысяч шагов к жизни». В Сочи уже большинство школьников и половина взрослого населения регулярно занимаются спортом. Это достаточно высокий процент. Как вы видите, ровно половина взрослого населения города Сочи пока еще не борется за свое здоровье. И мы думаем, что такими акциями, всевозможными новыми формами подхода к спортивному образу жизни, мы все-таки смотивируем и остальную часть наших горожан к тому, чтобы они занялись спортом, активной жизненной позицией. Энергичная разминка зарядила бодростью всех пришедших на праздник. Золотые значки участники Всероссийского фестиваля ГТО получили из рук главы города. Бодрым шагом активные сочинцы вместе с мэром отправились на спортивный променад. 10 тысяч шагов – это примерно 7 километров. И эту дистанцию колонна участников прошла меньше, чем за час. В районном доме культуры «Автомобилист» все желающие в этот день бесплатно прошли обследование у терапевта, невролога, окулиста, кардиолога, педиатра, стоматолога и прочих медицинских специалистов. Мы живем сейчас в напряженном ритме, постоянно у нас занятость очень высокая у населения. Поэтому эти акции позволяют более доступно подбить людям и получить консультации специалистов и узнать какие-то экспресс-анализы, экспресс-кардиограмма у нас, здесь экспресс-анализ сахара и холестерина. И получить консультации узких специалистов. Быстро и доступно. Для этого проводятся эти акции. Вот сейчас я пришла к кардиограмму, кровь сдала, сейчас к глазному подойду. Очень хорошие специалисты здесь сидят, вообще все молодцы. Все, что нужно для женщин и вообще для человека и для людей пройти, здесь можно пройти буквально за 5-10 минут. Самыми неутомимыми участниками праздника оказались активисты школы «Активное долголетие». Это жители Сочи в возрасте от 55 лет. Еще в 2016 году в некоммерческой организации состояло 12 человек. Сегодня уже более 200. Пройти свои 10 тысяч шагов можно не только в День здоровья. Акция проходит на курорте по пятницам в каждом районе Сочи. Для этого специально разработали свой маршрут. В Лазаревском районе он стартует от спорткомплекса на улице Малышева и, описав круг по поселку, финиширует в той же точке на площади спорткомплекса Лазаревский. В Центральном районе маршрут «10 тысяч шагов к здоровью» начинается от площади у городского собрания Сочи, а финиширует на Северном Малу. В Хостинском районе маршрут пролегает по Теренкуру, у тропе здоровья. Стартует от остановки Мацеста, а финиширует в районе Центрального стадиона. В Адлерском районе маршрут проходит по набережной Олимпийского парка, начинается на улице Гоголя и завершается на авиационной 23. В Сочи готовится к празднованию Дня Победы в домах пожилых людей. Чаще стали появляться волонтеры и медицинские работники, а сочинские санатории оздоравливают ветеранов Великой Отечественной войны. С такой просьбой ежегодно к руководителям здравниц обращается глава города Анатолий Пахомов, и они откликаются. Сейчас около 300 ветеранов в Сочи находятся на санаторно-курортном лечении. 60 ветеранов уже вернулись после оздоровления домой. У Тамары Васильевны Усачевой срок пребывания в санатории «Знания» истекает через два дня. Говорит, получила заряд бодрости на целый год. И погода не подвела, и медперсонал исключительно внимательный. И совсем не хочется вспоминать про свои 86. Все эти дни мы очень довольны. Довольны и природой, окружающей нас. И ходим к морю, дышим воздухом. Все внешне удовлетворяет. В номере все прекрасно. Обслуживание. Обслуживание врачей. Море нельзя. Я плаваю, естественно, ежедневно в бассейне. А вслед за Тамарой Васильевной прибудут новые гости-здравницы. 130 ветеранов только что получили санаторно-курортные карты и ждут отправки на отдых. Районная администрация организует доставку пожилых людей в санатории специализированным транспортом. А пообщаться им здесь будет с кем. К примеру, 92-летний Михаил Афанасьевич Инген в мельчайших деталях помнит военные будни. И вдруг утром просыпаемся, перед нами за несколько сот метров появились немецкие танки «Тигры». Наша задача минометчиков была, и сейчас она так существует в войсках, когда наступают танки, надо отбить наступающую за танками пехоту, для того, чтобы они не могли занять площадь. Мы отбили, одну атаку отбили, вторую атаку отбили. Вот так и по жизни он всегда шел с желанием побеждать. А сам медперсонал даже удивляется такому жизнелюбию и оптимизму ветеранов. Для них и совсем новые современные медицинские процедуры. У нас есть в этом плане новшество. Год мы уже пробируем и занимаемся этим. У нас лечение медицинским углекислым газом, так называемая карбокситерапия, которую мы с генеральным директором привезли из Карловых Варк, активно внедрили. Сейчас эта процедура пользуется очень большим успехом, как у молодых, так и у лиц серебряного возраста 55+. Программа по оздоровлению ветеранов войны ко Дню Победы стала ежегодной. Она действует только на территории курортного Сочи, поскольку здесь есть здравницы, которые принимают на лечение инвалидов и участников Великой Отечественной войны, узников, блокадников, участников Трудового фронта. Тем же, кто не может отправиться в здравницы, организуют санаторий на дому. Наши поликлиники могут к ним прийти и обеспечить определенные наборы физиотерапевтических процедур, массажных процедур. Вот таких людей у нас уже сейчас, на сегодня. Цифры эти все время меняются. Более 800 человек, под 900. Отдыхают ветераны в разных районах Сочи. Лазаревская Одиссей тоже приняла на санаторно-курортное оздоровление ветеранов своего района. Сами они признаются, от такой красоты захватывает дух. Но когда еще и прием, душевный отдых вдвойне полезен. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи проходит финал всероссийских соревнований хоккеистов «Золотая шайба». В этом году заключительные этапы турнира проходят сразу в трех городах, в зависимости от возрастной группы. В Сочи на Олимпийском льду за медали престижных соревнований бьются самые юные участники турнира. Расскажет Ольга Десятого. На льду «Полярные волки» из Якутска идет США из Каменска-Уральского. Для большинства из этих ребят нынешняя «Золотая шайба» – первый серьезный выездной турнир. И сразу на Олимпийской арене, что вызывает у юных хоккеистов восторг и пробуждает спортивный азарт. У нас гораздо меньше стадион, чем здесь. У нас маленький и не такой большой. А здесь хорошо. Ну, конечно, непривычно, потому что у нас там другой лед, а здесь более скользкий. Там у нас такое более жесткое. В этом году в Сочи ледовые состязания собрали максимально возможное число команд – 64. Кстати, впервые в этом году финальный этап соревнований проходит сразу в трех городах. В этом году Пермь, Смоленск и Сочи каждый возраст проводят в своем городе. Вот Сочи – младший возраст. Самый, конечно, востребованный, самый популярный. У нас было 68 заявок. К сожалению, только 64 места. И четырем командам мы вынуждены были отказать. Но такова система проведения турнира. Ребятам, которые соревнуются в Сочи, под 10-11 лет. И вполне возможно, говорят организаторы турнира, среди них есть будущие звезды. Ведь именно с золотой шайбы начиналась карьера большинства лучших представителей российского хоккея. Это самый популярный детский хоккейный турнир в нашей стране. За более чем 50-летнюю историю интерес к нему не угасает. Если в таких турнирах не участвуют, как человек будет расти? Само собой, дети, они должны расти. Когда они борются со своими сверстниками в таких турнирах, одно дело там пройти город, первенство области пройти, другое дело выйти на Россию и уже на этом уровне играть. Кстати, в турнире участвуют и девчонки. В хоккей их приходит немного, поэтому приходится играть в составе команд мальчиков, которые младше на пару лет. Ну, получается забивать, получается догонять, отбирать. Папа говорил иногда, что я похожа, когда ворую шайбу, похожа на Павла Дацука. Это из команды, вот у нас же сборная Россия, это мой самый любимый игрок. Матчи золотой шайбы будут проходить в Сочи до 12 апреля. Каждой из 64 команд предстоит провести по 6-7 встреч. Три победителя младшей возрастной группы отправятся в декабре в Калининград на международный турнир имени прославленного хоккеиста Анатолия Тарасова. Ну, а соревнования для спортсменов постарше уже завершились в середине марта в Перми. Победу одержала команда «Полюс» из Владивостока. А для самых старших участников состязаний золотая шайба начнется только 14 апреля. В Смоленске на лед выйдут ребята 14-15 лет. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях в группах «Новости Сочи-ФКТ». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.